Большой дисклеймер. Мы записывали этот выпуск до печально известных событий, которые произошли недавно в Москве. Конечно, это не единичный случай. И, естественно, алкоголь – это часть нашей национальной культуры и нашего культурного кода. И, несмотря на это, хочется еще раз пользоваться случаем, напомнить вам, что если вы выпили стопочку, рюмашку, грамульку, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не садитесь за руль. Вызовите такси. Это просто, безопасно, дешево. Достаточно нажать одну кнопку, пусть она будет всегда рядом с вами. И будьте здоровы. Знайте свою меру, держите себя в руках. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Мы начинаем нашу программу, посвященную, собственно, бухлу. Алкоголю, Бахусу, Дионису. Каждый в меру своих интересов определяет то, как назвать вот эту важнейшую вещь в нашей жизни. Давайте выпьем. Сразу начнем? Конечно. Прямо так, с утра? Смотрите. С утра, не с утра. Люди смотрят вечером, ночью. Делаем вот так. Сделай вот так. И понеслась? Да. Расскажите для начала, кто что пьет. Вот сейчас все же что-то выпили. По кругу. Я пью каву. Самую дешевую каву из красного и белого. Обычно ничем не интересную. Но с утра я подумал, будет хорошо. Красное и белое – это магазин? Да, магазин такой. Потому что на смысл получается, что смесь красного и белого и розе, например. Да, недавно отобрали у владельцев его. И кому отдали? Людям? Отдали, да. Серьезным пацанам. Так. И так будет со всяким. Евгений, Евгений, а вы пьете что? Аргон 2011 года. Это маленький шампанский дом «Анри Жиро». Я купил бутылочки на день рождения Татьяны. Но, к сожалению, количество гостей было в разы меньше, поэтому допиваем. Вот смотрите, все себя обозначили, но мы же не знаем, кто кто. Вы, например, Евгений, себя обозначили так туманно. Вы как бы сливаетесь с народом. А я совсем не познакомился, пока вас не было. Пока вы воевали с нашими. Но когда мы знакомились, зрителей тоже еще не было. Зрителей не знают, записей не было. Перед нами Евгений Чичваркин, который, собственно, больше знает о вине, чем все мы, жалкие выпилохи. Не прибедняйтесь. Вы знаете больше о вине, чем мы. Вот вы видите, как поговорили об этой бутылочке научно. А мы вот запросили. Скажите, Евгений, у меня, кстати, вопрос такой обывательский. Когда мы жили во Франции, нам рассказали, что секрет хорошего вина, выбора вина, в том, что нужно подойти и выбрать бутылку, у которой, там, палец проваливается в дно снизу, или на которой написано, что это там произведено и разлито в шато. А здесь, когда я пошла в магазин, не красный и белый, а какой там ароматный мир второй, мне попалась очень интересная тетушка, которая сказала, не смотрите на дно, это вообще ничего не значит, я вам сейчас все расскажу. На самом деле смотреть нужно на другие места. У меня к вам вопрос, а куда на самом деле надо смотреть, как выбрать хорошее вино? Хорошее вино – это то, что вам нравится. Нужно прийти в какое-нибудь специализированное место, где есть 20, 30, 40 открытых разных бутылок и чуть-чуть попробовать просто все, то, что нравится, сфотографировать, почитать чуть-чуть, попробовать соседние винтажи или соседние куски земли, просто прогуглить, где это находится, посмотреть, что у этого продюсера еще есть и так далее. Таким образом изучать, пару-тройку раз в неделю так делать и через какое-то время. У нас индивидуальная палета и кристаллизуется вкус, который именно вам подходит, именно вам нравится. Все 9 миллиардов человек имеют разный набор вкусовых рецепторов и этих самых извилин в мозгу, которые это все анализируют, поэтому это все очень индивидуально. Общего никакого рецепта абсолютно нет. У всех разная кислотность и так далее. Евгений, вы разговариваете как марсианин с нами. У нас нет магазина, где можно было бы попробовать из 30 бутылок. А если в эти 30 бутылки что-то... В Симпле есть. Да, Симпл, безумно дорогой. Мы же говорим о ежедневном бухле, который в том же красном и белом, прекрасное испанское бухло, можно купить, красное сухое, за 550-600 рублей. И приятно провести вечерок. Если мы переходим в Симпл и начинаем брать вот эти все тонкости, то все, мы скоро оказываемся на улице. Вопрос был, как понять, что... Да, ну в смысле, вот как понять, если все бутылки закрыты, мы зашли просто в обычный продуктовый магазин. Там стоит... Нам рассказали. Нам рассказали. Хорошо, вы помните, что вы путешествовали там в Испании, вы помните, как это выглядело. Оно выглядело в Испании так. Евгений, правда, вы марсианин. Смотрите, нам только что рассказали в одном из упомянутых магазинов, не будем его рекламировать, из магазинов недорогих вин, что происходит следующее. Вот имеется бутылка вина. Вы его узнаете, вы его пили в Испании, оно вам родное. Вы кидаетесь, покупаете его, пришли домой, буль-буль-буль. Мало того, что это кислятина, не соответствующая ничему, но и на пробке, когда вы смотрите на эту пробку с обратной стороны, там обозначено совершенно другое вино, не то, что обозначено на бутылке. И вот нам дали такой... Вы говорите о подделке. Да, мы говорим о подделке, мы говорим о русской виноторговле. Это и есть подделка, синоним, равно. Значит, как в условиях России, тяжелых условиях, можно сказать, приближенную к фронтовым, как различить подделку от вина? Нам рассказали так. Значит, на задней стороне имеется белая такая наклейка, инструкция. Если перевод на русский язык наклеен рядом с ней, то, значит, она настоящая. Если она заклеивает прямо французскую или испанскую наклейку, то, значит, ее лепили на Малой Арнаутской или что там у нас теперь? Ее заменяют. Знаете, может быть, я последний раз вот покупал что-то в магазине 11 лет назад, а вина для себя я последние 6 или 7 лет жития в России покупал у одного контрабандиста, который разбирается в 10 раз больше, чем я, который до сих пор работает, и который снабжает там всю рублевку каким-то очень приятным вином. Потому что 42 или 45 процентов налогов российских платить аморально. Да, ну просто аморально не считаю нужным это делать. А я абсолютно согласна. Поэтому мы последние лет 7 пили контрабанду перед отъездом. Я бы тоже с удовольствием пила недорогую контрабанду, потому что пить бухло... А вы, скорее всего, ее и пьете с красным и белым. Нет, не всегда. Я не думаю, что они платят полностью. Я думаю, что они тоже как-то мутят. Наверняка. Да, но мой опыт показывает, что в азбуке вкуса вообще нельзя покупать вену. Вот там полностью не контрабанда, а то, что они в танкерах привозят. Они привозят в танкер, где-то тут разливают за углом. И вот это пить нельзя. Да, но здесь то же самое в супермаркетах. Они привозят сусло, потом на температуре разгоняют его. Ну, это вообще нельзя пить. Лучше пить тогда пиво или обычную водку. Ну, это просто... Там не удовольствие. Ну, это, во-первых, не полезно. Во-вторых, нет никакого удовольствия от этого. Тогда я рекомендую просто водку. Тогда, прежде чем мы перейдем к нашим следующим выступающим, показываю, как улучшить качество простой водки без названия. Берется лимон Мейера. Он же узбекский. И режется он вот пополам. Так, значит, вот берется водка, берется половиночка и улучшается качество абсолютно любой водки. Только этот лимон, потому что простой вы так не сожмете, а этот ребенок даже сожмет. Так. Итак, к следующим. К следующим. Вот мы поговорили и выпили за сам факт наличия такого приятного напитка в нашей жизни, как алкоголь. Я хотел спросить Максима. Максим написал книгу об алкоголе в искусстве. Так. Я, значит, скажите, как она полностью называется, чтобы люди могли ее при желании найти? Она называется «Искусство под градусом». «Искусство под градусом». Да, «Искусство под градусом». Ну, я вот целиком ее не считал, только пробежал, значит, то, что вы мне прислали. Мне понравилось предположение о том, что, собственно, обезьяна превратилась в человека, потому что выпивать сначала. Мне это очень нравится. Мне кажется, что здесь даже прослеживается какая-то цепочка. Вот обезьяна спустилась с дерева, увидела, что здесь лежат сгнившие плоды, в которых уже забродил сок, и стало быть, это в каком-то смысле немножечко алкоголь. Присрастилась, стала пить, стала человеком, продолжила пить, еще продолжила пить, и стала свиньей. То есть пить из обезьяны в свиньи лежит через человека. Мы немножко встали на пути у этих прекрасных животных. Мне эта теория очень нравится. Что вы можете еще сказать по этому поводу? Верите ли вы сами в эту прекрасную теорию? Человек, искусство и выпивка. Вот что вы думаете по этому поводу? Мне тоже очень нравится эта теория гипотеза. «Пьяные обезьяны». Мне кажется, там все как-то очень логично и подкреплено. Ну, правда. Падали эти плоды, начинали гнить, бродить, становились слаще, калорийнее. И ясное дело, обезьяны спускались, начинали ходить, бродить, искать, вставали на ноги и так далее. И потом мне еще очень нравятся мысли о том, что неолитическая революция произошла из-за того, что люди стали пить пиво. Потому что пиво, в отличие от хлеба, куда более естественный продукт. И, возможно, то, что они начали зерно выращивать именно для того, чтобы разбавлять его водой, чтобы оно бродило и получался какой-то пенный напиток. Поэтому там тоже есть разные подтверждения, какие-то находки. И, наверное, нашли один храмовый комплекс, где в чашах до сих пор есть остатки пива. Ему 12 тысяч лет. Это не так много 12 тысяч, на самом деле. Интересно, когда они, собственно, начали этим заниматься. То есть к этому времени уже много чего было сделано. Они же не бродили дикими стадами 12 тысяч лет до. Они же были цивилизации. Уже была цивилизация. Уже была ранняя, но цивилизация. Просто интересно, когда они, во-первых, когда они начали это делать, человек всюду пиво найдет. У него что-то скиснет, он шарах и выпьет. У меня был знакомый, который пил удобрение для цветов. И ничего. Видит, стоит бутылочка, надо выпить. А что в ней налит? Это уже второй вопрос. Темненькая такая. Во-первых, интересно, когда они начали это делать. И, во-вторых, интересно, как это связано, например, с оседлостью. Для того, чтобы что-то варить. Не надо двигаться, правда? Если ты сидел на шатах своих, Пржевальского, и куда-то поскакал, то какое уж тут пиво? Один кумыс, который тоже, кажется, градусами. Еще как. Пиво, да, но, скорее всего, они его использовали все-таки изначально в каких-то религиозных своих целях, чтобы добиваться к какому-то экстазу. У меня, кстати, есть в книжке наблюдения Миклуха Маклая за какими-то, по-моему, австралийскими аборигенами. Это, наверное, Папо Новый Гвиния. Он же в Папо ездил. Да. И он описывает, как они готовят свой местный алкогольный напиток. То есть они берут какую-то траву, какие-то зерна, очень долго их жуют. Жуют, 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 жуют. Один устает жевать, отдает другому, он продолжает отжевать несколько часов. Вот они все это вместе жуют. Потом процеживают с помощью кокосовой скрупы, разбавляют водой и оставляют стоять. И потом это пьют. Он пишет, что эта гадость невозможна, пить это нельзя. Но когда они прям нормально пьянели, качались, ходили и танцевали какие-то танцы даже. Какая-то книга Мала Харькова. Не похож на сфальнюю дистанцию. Ну, вообще, употребление напитков в связи с религией, в каких-то ритуальных целях, это вопрос, в который залезать очень сложно. Невозможно, наверное, практически, потому что мы не знаем, когда зародилась религия. Никто этого не знает. И что это? Что зародилось, когда оно зародилось? И когда ты бесконечно глухой древности до всякого пива рисуешь зверей на стене пещеры, охоту, то это ритуал или открытка на память маме 8 марта. Это, наверное, ритуал. Я нарисую, и тогда он поймается. Главное же назвать, указать. То есть истоки религии давайте не будем обсуждать, потому что это библиотека от горизонта до горизонта. Настолько это сложно. И, главное, никто ничего толком не знает. Это все теории. Можно только предполагать. Ну, собственно, и моя книга, и это ни в коем случае не какой-то серьезный труд, уж тем более не научная работа. Это такой сборник разных теорий, гипотез, истории, анекдотов, шуток-прибауток, связанных именно с выпиванием, с алкоголем, кто сколько где пил, когда, зачем, к чему это все приводили. Максим, а можешь рассказать какую-нибудь смешную историю из этой книги? Какой-нибудь анекдот короткий? Смешную историю. Ну, например, Тулус Латрек был очень маленького роста и ходил с палочкой, с тросточкой. И в этой тросточке у него был специальный отсек, отделение тайное, где он прятал маленькую бутылочку абсент. И когда, что он говорит, хватит пить, хватит пить, хватит пить, ты же упадешь. Он говорит, я и так маленького роста мне не буду падать. И продолжал. Это напоминает мем про маленькую птичку, которая сейчас выпьет свой маленький вискарик. Да. А вы, кстати, знаете то, что есть маленькая мышка Тупайя? Это, по-моему, вообще единственное животное, которое может пить и перерабатывать алкоголь, кроме человека. Она пьет забродивший экстракт какой-то бертамовой пальмы. Живет где-то в тропиках. Пьет она его постоянно, практически круггодично. И, конечно, выпивают сущие какие-то миллилитры. Но по отношению к своему телу, это примерно 3 литра пива за раз, если бы человек выпивал. И до сих пор непонятно, как она делает, потому что нет никаких терминтов, как у человека, ущипляющих это все. Были же какие-то новости в прошлом году, прямо серьезные. На экранах метро в Москве их гоняли о том, что, пожалуйста, осторожнее, птицы едят забродившие ягоды, не трогайте пьяных птиц, не обижайте их, перенесите их в безопасное место, если увидите пьяных птиц. И падают, они падают сверху, да. Ну, то есть, все-таки какие-то птицы тоже напиваются, не только эта птица, а наши обычные воробьи. Это не птица, это мышка. Мышка. А, мышка, да. Тупая. Тупая. Ну, и имечко у нее такое. Да, имечко, подходящее. Подходящее. Хорошо. Значит, а вот я хочу спросить Дину Махмудовну, которая главный блоковед нашей страны. Как раз художник и вино, искусство и алкоголь. Вот существует такой образ, что ли, блока, как человека пьющего, потому что тоска, лиловые туманы, разочарование, предвидение каких-то, значит, ужасов вселенских, которые не замедлили наступить. И так далее. Я пригвожден к трактирной стойке, я пьян давно, мне все равно. Вот этот, насколько этот образ блока, насколько он соответствует действительности, насколько он правдив, или это он, ну, так себя подает в своей поэзии? Ну, во-первых, это тот этап, который он сам в своем самоописании называл антитезой. Потому что начало, вот если вы возьмете ранний его сборник «Стихия прекрасной дырами», то там, заметьте, никакого вина и никакой темы опьянения нет. Она появляется только после 905 года, когда его дом начинает ружиться. На самом деле, дом Бекетовых, где он вырос, это гармоничный, трезвый дом. И его тетушка описывает их обычай, такой обычный, семейный. Это стакан красного вина за обедом, который выпивает отец. Иногда, если жарко, белая шабли со льдомы, опять совсем немного, или рюмка горькой английской водки. Вот это тот обиход, который у них принят в доме. Они часто принимали гостей, не подавая ничего спиртного, чай с пирожными и бутербродами. Отец любил принимать студентов до 30-40 человек, но разговоры, танцы, шарады, чаепитие, вина не подавалось. Вот этот дом. Дальше, когда начинается слом дома самого блока, он уходит на улицу, он уходит в рестораны. Он может в ночных ресторанах провести не день, а пропутешествовать дня три и вернуться домой. Но заметьте, дом остается спокойным и безалкогольным. Когда вы прочтете в петербургских зимах у Георгия Иванова о том, что у блока якобы в кабинете за занавесочкой в книжном шкафу, не книги, а бутылки с вином и бокалы, что он якобы вынимает каждый час бокал, протирает его полотенцем, каждый раз заново выпивает и снова садится писать и без этого писать не может. Это чистейшей воды. Вот розыгрыш, выдумка, сейчас бы сказали фейк, потому что дома он не пьет никогда. Пить он уходит из дома. Дом остается как бы без этого. Очень интересную, если хотите, покажу запись. У него самая пьяная книжка, 30-я, которую он почти целиком заполняет в сидельяре. Вот он пишет, как ему хорошо и уютно, как отрадно возвращаться на старое милое место. Я опять на своем самом уютном месте в мире ем третью дюжину устриц и пью третью полбутылку шабли. Не того шабли с лимонадом, а простого свободного шабли. Дальше наблюдение за оркестром. Армянин, настраивая скрипку, дудит для кого-то. Нет, оказывается, удивительно, какие длинные слова на русском языке, дудит, вообще ему аплодируют. Теперь пришел дирижер, опять скрипичный оркестр. Скрипки жалуются, помимо воли пославшего их. Запомнил, трезвый. Да, я пьян. Причем он совершенно очевидно пьянеет прямо на глазах и почерк меняется, становится все более неразборчивым, потом все подчеркнуто и крупными буквами чуть не на полстраницы. Да, я пьян. А он один что-то туда ходил? Бывало и один. Бывало и один. Во всяком случае, вот здесь он явно один. В Вене его вспоминали чаще всего одного, а бывало с Чулковым, с Пястом, с Евгением Ивановым. Вот это его такие постоянные спутники. Но вот рядом, в тот же самый день, в той же книжке, на соседней странице, он набрасывает одновременно три-четыре стихотворения, среди них голоса скрипок. Зачем же в ясный час торжеств ты злишься, мой смычок визгливый, врываясь в мировой оркестр, своею песней торопливой? Значит, два таких вот абсолютно, казалось бы, несовместимых, но на самом деле совершенно спаянных момента, когда вот из этого погружения в пьяную стихию вдруг рождаются совершенно непьяные стихии. Не только я пригвожен к трактирной стойке, но и вот такое. И вот что еще интересно, в разгар вот этого пьяного ухода из дома, он работает над своей, у него их немного, но есть филологическая работа и поэзия заговоров и заклинаний. И какой заговор он для себя вытаскивает, работая над этой статьей? Что угадает, какой? Заговор? Да, он роется с заговора, кто угадает, какой заговор он? На трезвость? Почти, заговор от запоя. Оказывается, такой существует, причем комментирует он у себя так, от этой самой злой и таинственной порчи, от темной силы запоя, которая не видно и не слышно, которая настигает внезапно и приносит в дом несчастье, заговариваются сильными напряженными словами. Часть их, очевидно, непонятно для самого заклинающего. В них слышен голос отчаяния. 1906 год. Скажите, пожалуйста, а вот под запоем он понимал просто тягу к алкоголю или у него были то, что называется технические запои, когда человек то пьет, то потом резко не пьет, а потом снова пьет? Это вот у нас называется запои в медицинском смысле. По-моему, он говорил о тяге просто. Судя по тому, какой заговор он приводит, именно это. Взойди, солнышко ты привольное, взойди на мой двор, а на моем дворе ни людей, ни зверей, звезды, уймите, раба Божия, от вина. Месяц отврати раба от вина. Солнышко, усмири раба от вина, слово мое крепко. Вот заговор. Вот что? Очевидно, вот такая безумность. Но не запой, это не запой. Это алкоголизм, но не запой. Вот смотрите, у меня был приятель Максим. Он был архитектор. Молодой парень, 30 лет, по-моему, не было. И он был архитектор, и столяр, и вообще был такой творческий молодой человек. И вот он рассказывал, что он много пил, и подумал, что как-то надо воздержаться, и не пить, надо прекратить. И перестал пить, и что-то отрубило у него. И вот уже две недели прошло, и он ходит совершенно трезво и думает, ну с этим покончено. Приходит домой, солнышко светит, она открывает двери своего кабинета и видит, что за его столом, письменным, спиной к нему сидит гигантская зеленая ящерица. И так медленно поворачивает голову, вот так вот, и смотрит на него. Это белочка пришла. Вот это запой. Когда у тебя наступает период, я не знаю, как это объясняется с медицинской точки зрения, легко погуглить. Обстинентно. Белая горячка это называется. Да-да, белочка, белочка, по-народному. Но как это работает, почему у человека отрезает желание пить, и вот на как бы сухой организм совершенно вдруг является вот зеленая ящерица. Меня здесь много чего интересует, на самом деле, может, Максим что-то по этому поводу читал или слышал, потому что задалась я таким вопросом. Значит, известно, что алкоголики себя чертей обирают, значит, зеленых чертей. И Максим, который вполне был в этом смысле, ну, не начитан, увидал зеленого, ну, условно говоря, черта, динозавра, ну, он назвал это ящерицей. Трезвым, не выпив. Нет, 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 две недели был абсолютно трезвым. Вот, нет, почему видно это? Почему у человека... Зеленые змеи называют, опять-таки. Да, зеленые змеи, зеленые черти. Ну, понимаете, то есть, змей, это ведь тоже исключительно древний, древняя, так сказать, штука, древний образ, он вообще с нами изначально, он, так сказать, нашу праматерь Еву соблазнял яблоками, вполне возможно, уже закисшими, это по части Максима. Вполне возможно, они уже были того, эти яблочки. То есть, предлагал ей алкогольные напитки в таком стерильном, казалось бы, месте, как рай. Почему, почему, по-видимому, что-то происходит, где врачи, врачи, надо было спросить еще врачей, почему у человека, который так глубоко погрузился в алкоголизм, выплывают вот эти вот древние звери, ящеры, динозавры, черти. Там любая галлица, я наблюдаю. Змеешься в чашек золотой. Змеешься? Отлично. Да, и у героини тяжелозмейные волоса. Тяжелозмейные, да. Свою улыбку невинной в тяжелозмейных волосах. И вновь сверкнув из чаши винной, ты поселила в сердце страх, свою улыбку невинной в тяжелозмейных волосах. Да, да, да. Лев Яковлевич, что говорите? Я говорю, что я много раз наблюдал белую горячку у знакомых. Я тоже не буду говорить у кого. И это не обязательно земноводные присмыкающиеся. Это какая-то любая дрянь после абстиненции. Белая горячка – это всегда, когда человек пил, пил, пил и потом остановился. И через какое-то время, как правило, это не неделя, а день, его начинают мучить кошмары страшные. Я думаю, что это надо, конечно, спросить, что называется у доктора Мясникова или доктора Малышевой с Первого канала, но проблема заключается в том, что переключение организма очень болезненно. То есть организм хочет продолжения праздника. Когда он обрывается, то происходит это ошибка. Конечно, это надо у доктора спросить. Кстати, он спокойно переносил эти вот периоды трезвости. Когда он был на фронте, так получилось, что тогда же цехой закон был, и они практически не пили. И он признавался, что ему это дается очень легко. То есть у него больше была психологическая зависимость. Как вечер, так пойдем выпьем. Это очень понятно. Вообще, для того времени, наверное, это было просто стандартным, как-то пойти вечером в ресторан, напиться с... Нет, это не... Не вполне. Блок в смысле унылости его пьянства или такой петербургской особенности пьянства, да? Он же выбирал всегда места такие полуокраинные. Ну, ярние, ярние окраинные. Ресторан Гена, где его тоже вспоминают, это тоже не окраинные. А где есть? В Петербурге. А на Большом проспекте? Большой проспекте, это окраинные. Окрайные. Это западная Бутова. А есть такое? Это новостройка. Это новостройка. Ну, не знаю. Есть южная, южная Бутова. Южная и северная. Я вот в южном. А это вообще западная? Да, ну, Таня, ты хорошо город представляешь, но все равно, как если бы мы в Купчино или Постоянной. Нет, конечно, я знаю прекрасно Большой проспекте. Конечно, это окраина. На Волковку. Это, знаете, совсем неподалеку даже вот от того. Это неважно, это окраина, это воспринимается как окраина. Кто попрет на, понимаете, в своем уме на эти окраинные улицы. Он, правда, и жил там. Он жил рядом со мной на Малой Монетной. Он в разных местах положил. Нет, он уже жил на Офицерской. Да. Они постоянно ходили примерно в станции Метровичкаловская. Это большое расстояние. Главное, там никто не гулял. Это страннейшее место. Оно и сейчас такое. А там, кстати, он тоже жил в районе Большого проспекта. На Лахте они снимали квартиры. Он в гимназию ходил в Пушкарскую. В Веденскую, да. Да, да, в Веденскую и вырос в Гринодерских казармах. Может быть, его тянуло, что называется, вместо юности и вместо счастья. Не исключаю. Но так или иначе убирал он, конечно, и эти самые озерки, где... Где незнакомка, напитка. Да, 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 да. Это все и прогулки по пляжу в Сестрорецке. Он все время выбрал какие-то странные урочища для того, чтобы выпивать. А Яр это для Москвы слово. У нас ресторан Яр наверное был. Я сейчас посмотрю. Но был-был. Это я вам поручу. Как раз вот это он в Яре и написал. Он же не ходил в Данон, да? Не ходил в Кюба. Не ходил. Это дед его туда ходил. Ну, в те места, где встречались приличные люди. Он не ходил. То есть он ходил в рестораны второго разряда. Занюханные кабаки, более или менее. Но зато с цыганами. С румынскими оркестрами, да. Дмитрий Яковлевич, а можете рассказать, где приличные люди выпивали? У Борреля, например. Есть разное определение приличных людей, да? Люди, то есть приличные люди в Петербурге это гвардейские офицеры, да? Существовали гвардейские рестораны, гвардейский офицер по статусу не мог пойти, например, в Палкен. Потому что ну, его вызвал старший офицер и говорил поручик Мластвов, выбирайте, пожалуйста, все места, куда вы ходите, потому что вам придется подать в отставку. Да, это что-то неприлично. Значит, был Данон, Медведь, Боррель, Кюба, ну и, пожалуй, все. и из Лера на Каменасовском проспекте. Вот пять ресторанов, куда ходить можно. Абсолютно пристойно. Гвардейский офицер не мог пойти в Вену. Вена – это Сайгон. Вена – это место, где встречаются корректуристы сатирикона и репортеры для того, чтобы дописать заметку, где главной достопримечательностью является пьяный писатель Куприн с борцами цирковыми, которые там остаются ночевать, потому что ему в Гатчину поздно ехать. Вот именно такого рода рестораны выбирал Глок. То есть, это существуют рестораны там, только рестораны, где едят. Это рестораны, находящиеся на Большой Садовой улице, в районе рынков, где, значит, русская еда есть, потому что вся петербургская кухня построена на французской манере, повара французы. И существуют разного рода окраинные заведения, напоминающие, ну, я бы сказал, в некотором смысле, скорее, рюмочные и такие рестораны, которые были днем столового. Помните, в советское время такое? Да. Белая ночь была столовая. Довлатов любил такие. В этом смысле они сходили. Сергей Довлатов и Александр Блок в смысле типа заведений, куда они ходили. Нет, он Блока, конечно, это, Блок отрицал это гвардейское, ему это гвардейское не нравилось, это Достоевское. Он не придерживался этого образования. И для него это, конечно, ну, некоторое, создание некоторой параллельной реальности, где пошлость соединяется с АИ и, значит, с Криптами. Кстати, обратите внимание, что в ресторанах у Блока не в записных книжках, не в письмах, не в дневниках, а в стихах у него в ресторанах не едят. Там только вино упоминается, да и то чаще эмблематично «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, АИ». Вот про устрицы он у себя в записной книжке напишет, но у него устрицы не выплывут в его ресторанных стихах. Ну да. У Горького воспоминания о Блоке, как он, значит, проститутка у него там заснула на плече, он боится сцеплитель, неловко он ее разбудит, да? В Кюба не было проституток, которые могли заснуть на плече, для этого надо было найти место. В кабаках, в переулках, в извивах, в электрическом сне наяву. В кабаке, переулки, извив. Вот понимаете, мне это очень интересно, то, что вы говорите, Дина Махмудовна, Лев Яковлевич, потому что это Петербург, я вообще говоря, там родилась, и хотя я там не так долго прожила, первые 25 лет своей жизни, но есть такой отпечаток, этот город откладывает определенный отпечаток на человека, ты ловишь его атмосферу, и хотя мы очень далеко отстоим от блоковских времен. Тем не менее, вот мы застали послевоенный Ленинград, там достаточно было всего обрушенного, не отремонтированного, заброшенного, и каким-то образом это, значит, нас опрокидывает в это прошлое. И мне очень любопытно, мне понятно, что люди, что поэты, творческие люди, тот же Куприн, тот же Довлад, тот же Блок, они не будут ходить в блистательные, блестящие рестораны, где белые скатерти, и не бывает проституток и так далее. А зачем? Что там делать? Что, жрач, что ли, сюда пришел? Ты идешь что-то от жизни почувствовать, понять, ты идешь коснуться локтем каких-то людей, они непонятны, и очень синие и бездонные цветут на Дальнем берегу, хотя вон сидит баба пьяная вообще ждет клиента в этих своих страусах, в своих перьях, а тем не менее, вот они проникают под кожу этой действительности, под кожу реальности, и чтобы туда попасть, приникнуть, проникнуть вообще, эту стену разрушить и попасть в этот мир, надо выпить. Это волшебный напиток. Максим говорит, да, возможно, это связано с выпиванием пива или там чего такого, это связано с какими-то ритуалами. Все ритуалы, все представления о потустороннем другом мире, богах, которые, может быть, ползают в траве на том уровне, это не олимпийские боги, не сидящие высоко на троне, а это те, которые разбежались, ползают в траве, летают в воздухе, понимаете, садятся на меня сзади, как зеленые черти. Вот чтобы попасть в этот параллельный мир, который мы ощущаем, находится рядом, близко, мы идем через смещение сознания. То, что делают там грамотно, хорошо поставленные, значит, есть ритуалы там у шаманов, наших сибирских, там с мухоморами, или там, не знаю, южноамериканских, центральноамериканских, с их этими напитками из кактусов и вот этой всякой дряни, там жабу лижут, или еще что-то делают. А здесь, ну из чего попало? Вот шабли, ну какой от шабли, казалось бы, приход? Всего-то полтора, сколько это, 0,75, еще половиночка, полбутылки, три полбутылки, ну это ну литр. Шабли, легкое вино, но уходишь туда, ты уходишь, тогда будут очень синие и бездонные. У него всякое бывало, у него упоминается, что он мешает шампанское с коньяком. А, это другое дело. Да, у него всякое бывало, я как раз избирала там, там аи, там шабли, красное вино чаще всего, и вот совершенно неожиданно шампанское с коньяком, вот это его, вот это его репертуар, водка, водка крайне редко упоминается и тоже, как правило, так, что он ее с чем-то. Но красное вино на первом месте. Я не случайно именно бутылку, хоть и современного, но красного вина поставила. Казалось бы, твой собственный тесть вообще написал диссертацию о водке и, значит, изобрел сорокоградусную, и вот все уже тебе дома могут подать. Нет, пьет, понимаете, красное. Красное, а он говорил о том, что красное, оно на самом деле лиловое, а лиловое это та самая инфернальность, в которую он погружается, поэтому оно вот, как правило, вот это красное. Его лучший, самый доверенный приятель, любимейший Евгений Иванов захмелел с полбутылки, не то, что с полбутылки красного, они на двоих выпили две полбутылки, Иванов запьянел сразу, и потом блок говорил, да с чего ж ты запьянел-то, мы с тобой и литр вместе не выпили. Евгений, а вообще легко напиться хорошим вином? Конечно. Хорошим особенно легко, потому что вкусно. Здесь же речь идет о том, что здесь есть время, есть количество, есть, грубо говоря, там какая-то закуска. Чем дольше по времени больше закуски, тем больше нужно вина, чтобы напиться. Опять-таки напиться с горем или радостью, это тоже две разные, две разные степени, и если у тебя что-то очень тревожит, тебе нужно что-то организовать, у тебя гиперстресс, то напиться тяжелее. Если уже все произошло, ты не можешь ничего делать, то легче, и так далее. Там очень много вводных, зависит от того, какой у тебя спортивный режим был до этого. То есть если ты до этого занимался боксом и йогой три часа, то напиться тяжелее, потому что у тебя организм все переваривает. Если ты проснулся с утра, ничего не делал, пил вчера, то понятно, что тебя как-то размажет гораздо быстрее. Опять-таки у нас зависит, у меня бывают проблемы с кислотностью, мне тогда не хочется вообще абсолютно пить. пытаюсь каркаде какой-то купить и так далее. То есть это все тонкие настройки. Тонкие настройки, И там еще, конечно, вот эта печень, которая соответственно может разрушать алкоголь или не может. Там есть такой фермент алкоголь-дегидрогеназа, и он расщепляет этот самый спирт. И если он содержится в нашей печени, то порядок, а если нет, то нет. Вот у индейцев, у наших северных народов, они потеряли их организм, потеряли алкоголь-дегидрогеназ, потому что не пили там свой миллион лет они не пили. Ну, не знаю, 10 тысяч лет. Организм потерял это свойство, поэтому они пьянеют мгновенно, безобразно, разрушительно, это на них действует очень мучительно. А, например, французы, греки, испанцы, итальянцы, да, они хлещут это свое прекрасное красное вино, ничего с ними не случается. Я в Грецию езжу каждый год на Крит, и, значит, там в одной деревне, где мы жили, ну, весь народ пьет, и он пьет и вино, и вот всякую свою там ту самую чачу, условно говоря. раки, 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 и узы, они любят пить узы, я его терпеть не могу, аниска такая, ну, тем не менее. Вот. Они все это пьют, и они веселые, там не бывает пьяных, там вообще нет проблем. На всю эту довольно большую деревню был один пьяница, у него было прозвище пьяница, потому что он был один такой. И наша приятельница греческая, она рассказывала, что вот он он вел себя бессовестно, говорит, приходил ко мне в гостиницу, она была хозяйкой гостиницы, и налейте мне коньячку на серемочку. Они ругались, но наливали. И каждый раз все ему говорили, все греки говорили, да что ж ты пьешь днем, да что ж ты пьешь с утра, да как же ты можешь, пьянь такая. Но он тем не менее пил. И вот однажды он пошел к врачу, и врач ему сказал, вы знаете, что если вы так продолжите, то будет очень плохо, ваше рюк подорвано. Он так испугался, что он бросил пить и не пьет все. Вот такие вот удивительные водятся люди. Такие удивительные врачи есть. Да, ну нет, понимаете, когда вся нация привыкла, пьет, и ничего с ней не случается, а грузины при мне в Грузии, восьмилетнему мальчику наливают, значит, кофетинское домашнее вино, он пьет их хоть бы что, и там же нет пьяниц. Ну не то, чтобы не случается, на самом деле, во Франции большая проблема алкоголизма. Основная причина смерти в некоторых районах цирроз печени. Цирроз печени. Ну, нет проблем с сердцем, потому что по этой же причине их меньше, а с циррозом есть проблемы. Но этнически французы отличаются от тех же греков, тех же итальянцев, поэтому я не знаю, как насчет сравнительных анализов, но в общем, у греков нет цирроза печени. То есть нет такого национального безобразия, когда люди чаще всего от него умирают. Нет. Но все-таки это, наверное, зависит же, да, от алкоголя. То есть, я понимаю, что в России основная проблема, потому что здесь водка и часто плохая водка. Ну, напрямую, конечно. Ну, если хорошо очищенная водка, или... Нет, просто количество и качество большие. Низкое качество и большие количества. А еще зависит от всасываемости. Понимаете, вот, например, для того, чтобы не пьянеть, выпивая водку, лучший способ это, ну, в домашних условиях, закусывать хлебом с маслом, сливочным маслом. А если как бы подойти к этому с врачебной точки зрения, то перед выпивкой, опытным путем, знаю, принять ложку какого-нибудь геля, энтерогеля. А зачем тогда пить вообще? Зачем переводить? Не знаю, для того, приход, приход более плавный становится. Я понимаю, если задача потерять кукушку, чтобы отъехала, это одно дело, а удовольствие это другое дело. Я просто помню, чтобы был какой-то там Новый год, и что-то у меня какая-то была проблема там, желудочная, кишечная, болела, не знаю, язвана. Короче говоря, я думаю, что же делать, Новый год, обязательно надо выпивать. Думаю, ай, выпью, вот я этот самый, альмагель такой дома стоял. Выпила, значит, стаканчик альмагеля. Ну и потом со всеми сидела за столом. Все стали пьяные, а я совершенно трезвый. Перевела продукт. То есть всасываемость там вот на протяжении всего. Это же очень часто не по себе, когда ты единственный трезвый среди пьяных. Ничего. Это у Сталина во время застолья Сталин позже, к концу жизни, он очень любил, чтобы все нажрались, потому что он считал, что у трезвого, но у него нету пьяного на языке. Поэтому, значит, тут был такой специальный аттракцион, потом его очень смешили шутки, там вот встанется Жданов по бире ему раз помидор положит на стол, на стол, он сядет, помидор, дикость не ну и там танцевали они, как известно, пластинки мужчины, там же не было же еще. Анастас Иванович Макоян не мог так много пить, и поэтому он нашел какое-то лежбище, и тайно, когда уходил в сортир, потом не возвращался, они уже пьяные были, и туда в лежбище отложился. Это кто-то обнаружил, думаю, что тот же Лаврентий Павлович, и стукнул. И это был конец Макояна, то есть все, уже на пленуе после 19-го съезда партии, и вот Сталин убил просто так что это дико важно, я имею в виду свою реплику, Таня, это она такая чекистка партийная, что нужно выпить выпить что-то, чтобы не опьянить, но пить. Так это же до сих пор в российской традиции очень с подозрением относятся к тем, кто не пьет, все время спрашивают, а что такое, почему ты не пьешь? Это обязательно надо, но при этом сохранять трезвую ум и уметь построить операцию. Это абсолютно вот для моих сверстников, которые сейчас возглавляют Россию, это страшно важный рецепт. Пить и не напиваться. Потому что не пить было невозможно в этой связи. Мы выросли в обществе, где пьянство было просто обязательным, частью ритуалов. Ну да, как при Питере. Да. Как при Питере, который заставлялся бутыльников людей пить, они так не могли. Правда совершенно, что для Блока, я думаю, это было важно, потому что это такая водка, если ее пить там, или шабли, неважно, оно делает человека примерно левадой. То есть, условно говоря, человек внутренне заинтересован в социологических исследованиях. Опроса вообще есть, но мнений тогда не было. Что думают люди о царе, страживали у извозчика, как сейчас вот так? А вот сблизиться с другими классами, с народом, да? Раскольникову сблизиться с Мармеладовым или поговориться с Федерегайловым, неважно. Посмотрите, что происходит. Это совершенно расширяет твою оптику. Ты видишь, как другие люди живут, а что вообще бывает? То есть, на самом деле, это такая... Не нужно ехать в Новую Глинею, как Миклуха Маклай. Достаточно пойти в рюмочную и стоять там час. И это этнографическая экспедиция. То есть, в этом смысле алкоголь является таким великим коммутатором. Для меня, например, всегда было так. Я сейчас представлял Петербургское с переходом с места на место. Это обязательно часть такой перипотетической практики, да? То есть, ты ходишь с приятелем, это может быть Зоргенфри или Евгений Иоаннов, а может быть какой-нибудь там я ходил с неприятелем и поэтами. Выпиваешь здесь, выпиваешь там, здесь. И как бы и архитектура, и то, и сё. И здесь одна публика, там другая публика, здесь одни постоянные, здесь другие. То есть, ты совершаешь путешествие. В отсутствие в наше время пить до было трудно, потому что там родители были, да? До 50 лет мы жили с родителями обычно. Вот. А других возможностей особо не было. Мы в парадной выпили, да, или где-то. И погода ужасная, да? На улицу не выпишут, это не Одесса, не Дмитрий. Поэтому вот это такая длинная петербургская прогулка с разным опытом в разных местах. Как бы ты съездил в Париже, в Флоренцию, там и так далее. У меня это бы всегда было странно. Вот Татьяна, так как она петербурженка, моя боевая подруга, она, когда приезжает в Питер, они именно это делают. Вот она приезжает на три дня, и три дня они всю ночь ходят и пьют в разных местах. Не едят, не едят, а только пьют. Я это как бы признаю, что есть такой вид спорта, но да, все люди разные. Опасные виды спорта. В этом и есть как бы многообразие видов. Просто барная культура в Петербурге развита намного больше, даже чем в Москве. То есть там сейчас прям целый бум. У меня зовут приятель, ну непокойный, поэт, Евгений Виндель, который написал стихотворение «Ах ты, тело, тело, цвета белого, много пила, мало пила, ничего не делала». Вот это много пила, мало ела, оно чрезвычайно важно для Петербурга, у Евгения Права. Какие прелестные стихи. Евгений, а у вас там на футболке Хармс? Да. Я перепутал, ой, я перепутал тему. тему, когда бы тему про курение, я должен был ее одеться, если бы мы говорили про курение. Но у него же было достаточно много стихов про алкоголь, мне кажется, про бутылку водки. И не только стихов, и прозы. В общем, и целом непонятно, под чем он писал. Может быть, он... Нет, эта компания не пила. Нет? А берет и были не пищи. Совсем? Он накуривался табаку до абсолютной галлюцинации, то есть дон-стопом. Насколько я помню, я читал о нем. Вот. Ночью просыпался несколько раз курить. Вот. Мне кажется, что в 20-30-е годы, как ни странно, это было немодно в Петербурге. Просто потому, что считалось, что, условно говоря, пьют герои-зучени. Шампин, выпьешь, пить можно только рыковку, то есть советскую водку. 30%? Да. И, значит, нет, в этой компании не пили. Я думаю, что у Анны Андреевны сохранилось это с дореволюционного времени, 90-х годов. То есть главным пьющим писателям Петербурга, была Анна Андреевна Ахматова. И уже следующее поколение, там, уже Бродский мог выпивать с Ахматовой, да? Не будем пить из одного стакана. Стаканов не хватало. Из одного стакана пить. Такая вина. Да? Да, это вот разные, действительно, чрезвычайно важная вот эта вся мистика выпивания, потому что она разная в разных местах. Совершенно очевидно, например, что в Америке и Англии алкоголизм это проблема, да? Но это специальная история, они всегда пьют в одном и том же месте, то есть это культура паба. То есть ты более или менее выпиваешь с тем и с кем-то выпиваешь. Они в каком-то смысле, это в каком-то смысле почти семейное застолье. А существует вот эта идея, я плохо знаю Францию и не представляю, но в Грузии, в Одессе и вообще на Украине вот это бодеги, вот это воня на пляже, там другая система. То есть это важно как ритуал, как длинный ритуал. В этом, мне кажется, в Францию приводит. Про Францию у меня было в Петербурге, конечно, вы говорите про эту барную культуру, но это самое последнее время. Это было особенно негде. То есть вот в 70-е годы нет, в 70-е годы мы выдавались под столом. То есть ты покупал бутылку, приходил кафе-мороженец, разливал эту бутылку на трои, уборщица отдавала пустую бутылку, и это была плата, она ее потом сдавала, и она делала вид, что она не обращает на это внимания. А таких мест, где можно было заплатить и выпить, было очень мало. Там всегда стояла очередь. У меня есть любимая история про ленинградского бармена, такая, значит, я зашел в кафе, может быть, ты не помнишь, был такой кафе Ландыш рядом со мной. Конечно, на Большом проспекте Петрогадской стороны. И там был такой, это уже в то время было, когда бармен был важнее, чем экспонент по статусу, ну, райзен был, и там был такой человек, похожий на Пирса Лещенко, с такой огромной, благообразной физианами, и потом наливал коктейль Марка Пола, как сейчас помню, значит, там была какая-то рецептура, он наливал там сок, потом бросал две вишенки вместо трех из компота, и что-то немножко доливал там, не знаю, что, коктейльца, который был, конечно, совершенно не тот, который обозначен. И вот, а очередь длинная, и вот все стоят, парочки покупают, и вдруг неожиданно капитан второго ранга говорит, а что у вас с ликитурой? Вы что наливаете? Ну-ка покажите, администратор, скажите, пожалуйста, кто так изменяется в лице и говорит, слушайте, извините меня, ради Бога, у меня такое горе, у меня мама вчера умерла, я в стране не могу ничего не сказать, сейчас я вам все наливаю, все где-то, ну, извините, ради Бога, но оберечились, и расходим. прошло два года, я иду, я работаю в Тарапазовской крепости, иду с подководицей метров крепости, заходим в юмочную или в юмочную кафе, которая находилась в родном или левиче, где я пользуюсь, представляешься, он был большой посадки и темно-сто столб. тот же человек, то же лицо, Марко Поло, вместо трех ягодок две, значит, вместо знаков ГИГАСВ корректный спирт с цистерной станции строксировочной, значит, вдруг какая-то строгая женщина, видимо, инструктор рейкбон петрозавского партия, что вы навеваете? Что это такое вообще? Я в трест обращусь. Он говорит, милая моя, извините, не нравится. У меня такое горе, у меня вчера мама умерла. Вот, так что мы жили на храпивании, как описанное Венгелье, много пила, мало ела, оно было неописительным, прямо сказать, но этнографически дико познавательным. Я бы никогда не увидел этого бармена, если бы не пилал. Сейчас, знаете, тоже интересно, мы зимой ходили с приятелем вот так вот по барам в Петербурге и зашли в один бар, который славится тем, что у них очень огромная карта коктейлей и они все налиты в какие-то уникальные бокалы, то есть это могут быть какие-то там головы лошадей, какие-то ананасы, то есть это все сделано очень красиво. Все это, ну, есть фотографии этого и мы, соответственно, начали заказывать коктейли, он приносит нам их в обычных стаканах стеклянных. Мы говорим, а где, собственно, вот эта вот красота? Он говорит, ну, понимаете, все украли. Люди приходят заказывать коктейли и выносят с собой эти стаканы, они, естественно, на входе не стоят. Там же еще угрюмочная есть прекрасная. Да, там сейчас очень много угрюмочная. Нет, это все финны. Фины приезжают и крадут. Честно говоря, вот в этом баре, где была гигантская карта коктейлей, пришли американцы и заказали пиво. Вот это меня, конечно, поразило просто. Что может быть, финны... Это отдельный сюжет, про это можно поговорить, про бары и про то, как это все развилось. Для меня, конечно, важнейшая институция петербургская, которая отличается от Москвы, является рюмочная. Потому что московская рюмочная это два киргиза, которые считают деньги, полученные недавно. И пьяные из Балашики, которые лежат в середине рюмочной и в юрбурге мочи. А петербургская рюмочная это два капитана второго ранга в отставке, доцент в средне технической института на читательную геометрию, какой-то гравер. Значит, пьют культурно, это очень важно, слово культура. То есть обязательно закусывают этим бутербродом, пересговорят очень тихо, всегда на какие-то такие более-менее абстрактные темы. Там, не знаю, особенности, тактики диверсионных групп в СИИ, успехи Зинита. Видел ли ты Давлатова в жизни? Вы, конечно. Барминша обычно татарка. То есть главное, чтобы она была татаркой. То есть хорошо, чтобы она была татаркой. Это очень строгая женщина. С ней можно расплачиваться по-разному, но она строгая. То есть, например, ты можешь отдать ей куришку, только что словно, на заливе, и она тебя нальет. А если ты пьяный, неопрятно одетый и вообще классово чуждо, она тебя не наливать не может. И когда кто начинает говорить очень громко и возбужденно, то все на него начинают смотреть. Вот так, наверное, смотрели как раз тюма гвардейских офицеров неожиданно зашивчиво армейского офицера. Что-то такое. Мы здесь культурно выкуем. И, значит, эти люди как-то ориентируются. Вот это, я бы сказал, такая... Ленинград вообще это город и пьянство ленинградское. Оно такое оборонное, оно цвета судья. Как военные корабли. Очень важно, что ровные повески лучше горят. Не такой вот особой эмоции не должно быть. Это такой вот клуб. Вот это важно. Бары это другое дело. И и поэтому для меня пьянство, к сожалению, сильно, так сказать, довольно многое выкуп в течение жизни, больше, чем надо. Это, конечно, возможность отвлечься от ежедневного обычного существования и перейти в некий другой мир. Причем перейти именно этнографически. Совершенно не важно, что ты пьешь, а важно, что ты переходишь в некоторое другое состояние. И это некоторый театр для себя, как говорил еврей. Вот это выпивание с какими-то полупосторонними людьми. Вот блок по этой линии, мне кажется, так его надо понимать. Вот этот переход в другие сферы. Никогда не забуду он был или не был. И каждый вечер в час назначенный и лето только снится мне. Вот это вот. И переход и в то же время вот такой модус, что непонятно это было или нет вообще. Но вот что касается беседы с посторонними, то у меня ощущение, что беседовал он в основном только с дамами. Теми, которые не знают. Он беседовал, наверное, с дамами, причем я не думаю, что я не думаю, что он преследовал плотские цели при этом. Всяко. Ну, всяко. Да, всяко. Есть просто записи «Зовут Марта, моя система превращения хотя бы на несколько часов грубых женщин в тонкую нежную душу опять торжествует». Смешная. Это я вам цитирую. после смерти. Да, ну, наверное, это случается, ничего, греха в этом нету. Но для него, конечно, важно было, он наблюдал как бы со стороны, но вы же сами приводите стихи, для него это было очень важно, как этнографический материал. То есть, он включал. Не как этнографический, это как-то по-другому. Я это этнографическим назвать не могу. но какой-то другой, это какие-то другие люди, которые к Бекетовым не приходили. Ну, Да, и у Зинаиды Гиппиус Мережковской мы их было не встретить. И даже на башню Иванова они никогда не забирались. Нет, конечно. Но это то, что в американском как раз словопотребление называется антропологией. Отдыхать под крышей кабака. Нет, это в американском словопотребление называется антропологией. У нас антропология означает другое, это вот, не знаю, происхождение гоминид и всякая неандертальщина. А там антропология это вот это человеческое поведение, то, что Лев Яковлевич называет этнографией, это одно и то же. В этом смысле, да, эти люди, да, они все у Иванова не придут. А вот есть поразительные группы, этнографические группы в той же Америке, которые вообще не пьют. Я не знаю, с чем это у них связано. Я не имею в виду каких-то там сектантов специальных, которые, мало ли, да, не пьют. Я была в университете в одном в Канзасе, не помню, как город назывался, было очень давно. Ну, университет и университет, и, значит, у них ланч. И вот, поскольку какой-то забыл, гость какой, то ли я была этот гость, то ли еще какого-то гостя там провели. В общем, это непростой ланч, и, значит, дали вина, очень плохого красного вина. И, значит, всем налили, ну, там, треть бокала стандартного. И вот, некоторые испугались, прям видно было, что они так, ха, вино. Некоторые все-таки решились, выпили, и все, у них кукушка полностью поехала. Лица красные, они хохочут, вообще сейчас начнется свальный грех. Эти люди вообще не умеют пить, потому что они не пьют по каким-то причинам. Дома не пили, там, опять-таки, какие-то протестантские или пуританские, скорее, законы были. Вот, там такое случается. И это, конечно, абсолютная дичь. Абсолютная дичь. Они боятся вина, считают, у них стыд возникает от того, что человек пьет вино. В другом городе я была, это город Лобок, в штате Техас, который считается самым последним вообще местом на земле. Happiness is Лобок, Тексас in your rearview window. То есть, счастье, это этот город Лобок в окне заднего вида, когда ты его покидаешь, покидаешь в автомобиле, значит, окне заднего вида. Вот я там имела несчастье провести месяц, и этот город, в нем сухой закон. Причем, сухой закон, совершенно, советское отношение, идиотизм чиновников. Ты не можешь нигде в черте города купить ничего, даже пиво-бутылочку, ничего совсем. Но за чертой города совершенно другой административный уже район. И там ты можешь купить все, что угодно, поэтому город окружен кольцом алкогольных магазинов. Город не очень большой, и все нормальные люди садятся на машины, выезжают за пределы города, ящиками покупают алкоголь, привозят к себе домой, и, естественно, пьют без просоха. То есть, вместо того, чтобы этим указом поберечь людей от выпивки, наоборот, их загоняют в угол, и люди ходят абсолютно пьяные. Дорвались. Потому что, ну, надо запастись, иначе как? Вот такой город Лабактекс. Ну, это напоминает взаимоотношения между финнами и городом Выборгом, а сейчас городом Таллином, да? Так как в Финляндии, ну, конечно, уже не сухой закон, но гораздо дороже алкоголь, очень высокие налоги. Монополия. Монополия, да. То Кины, конечно, в 56-м году Никитин Сергей Хрущун договорился с Кеканином, что по прорезанным плачевкам Кины могут видеть Советский Союз совершенно легко, да? И город Ленинград заполнился финскими туристами. Которых в Ленинграде называли Турмалая. Турмалая – это лесорубка, почти. То есть, это люди, которые в Хельсинки никогда не были. И единственная и главная цель поездки в Ленинград заключалась в том, чтобы нажраться. И они были поражены, в Ленинграде, потому что все музеи Финляндии, если собрать вместе, они не больше в Эрмитаже, да? А тут вообще все это, и девушки их любят, и шампанское в Ермитаре, и черная икра. И это был такой рай для Кины. Вот я думаю, что вот так вот человеку из глубинки Туркмении оказаться в Абу-Даги, примерно. И они стали частью нашего пейзажа в этой Сине. То есть ты идешь к Ленинграду и говоришь там к сыну, да, вот Даня, это растральные колонны, это вот, видишь, это вот новая машина, да, называется, не знаю, как Волга там. Ну, это пьяный Син лежит, а сейчас мы с тобой пойдем за вас. А теперь вот эта страна счастья, вот как окраина этого Лобака, о котором ты рассказывала, она у Финных примесил Сталин. Потому что 40 минут на пароме, да, скоростном, и там, значит, вот радость не будет. Там настолько дешевле, да? Там так дешевле? Не уверен, что на половину, но на три дешевле пыль. А Синешни за это считать умеется. По налогам, если по-честному все считать, разница около 25%. В Эстонии только НДС. 20 или 21, и все. Ну и маленький акцесс. Нет, потом в Финляндии очень строго, где можно, где нельзя, то есть они следят, чтобы мест, где употребляли алкоголь, было как можно меньше, и огромная наценка торговая в выведениях в Апшепита. А, в Апшепита, да, да, да. Вот мы говорили про блока. В Петербурге, кстати, есть такой ортодокс-бар. Они славятся тем, что делают коктейли, которые называются именами разных писателей. Там есть Достоевский, Чехов, в том числе есть блока. Целых, сейчас вам скажу, пять коктейлей. Вот они, естественно, называются Ночь улицы, фонарь аптека. Ну вот, например, Ночь, вам зачитаю, я не знаю, выскажите, насколько это похоже на правду. Состав этого коктейля водка, апельсиновый ликер, красный вермут, медовый сироп с чернилами каракатицы, соус из черемши, костромская соль. Ну, это на совести составителей никакого отношения к блоку. Там есть всякие очень странные такие запчасти у этих коктейлей. Например, можжевеловый полугар, вермут на крыжовнике, ликер бузины. У нас есть две такие главные этнографические линии. Тинить можно все, что угодно. С одной стороны, есть идея благородная о том, что мы должны отделиться и стать частью нового государства в Германландии. Да, я знаю эту идею. Да, флаги есть в Германландии, это симпатично. Вот, и это вот эта Германландская линия, чтобы был можжевельник, то есть, это бы никогда в Петербурге не было, но это как бы конструируется заново. Это конструируется в городской вид, исходя из некоторой фантазии. То есть, это фэнтези такое. А второе, что гораздо более интересное, это все, что связано с крафтовым пивом и с хидром. То есть, огромное количество людей, вот я являюсь преподавателем, в общем, одной из самых престижных школ в городе, классической гимназии петербургской. У меня масса учеников, удачных бизнесменов и людей, получивших высшее религическое образование, все бросил, уехал в Шоксин, собирает яблоки для лути. Это вот такая обычная, обычная линия. И, конечно, вот ваше поколение, оно, так сказать, значительнее нашего. И бар, поэтому, совершенно не похож на рюмочную. Это есть некое место, где... Вы, когда говорите, ваше поколение в Аксении, говорите? говорю, да. Вот. И там, да, вот, это, конечно, такие шуточки, все эти блоки. А рюмочные сохранились вообще еще настоящие деньги? Рюмочные сохранились, да. Их не очень много, но на такие, так сказать, вымирает действительно рюмочница более-менее, то есть это уже уходящее поколение. Ну, а вот как в Париже там, они где-то из луж в уста передают где по-настоящему можно поесть, я не знаю, цыпленка вот натурального, вот просто без всякого жильничества, без всяких туристических оценок. Так у нас, на модном канале около Шкатина, там, есть рюмочная, вот я дарю рюмочную. А где там искать? Ну, сейчас подпольные все, сейчас подпольные бары, это тоже придает из уст в уста. Кому надо шепну, но они подпольные. Подпольные ресторанчики в Питере, подпольные бары, то есть вообще партизанщина, она же светит пышным цветом. А сейчас подпольные пабы, подпольные цирюльни, подпольные массажные кабинеты. Я это все обожаю, поддерживаю деньгами, как только могу. Мне тоже это страшно нравится, потому что кретинизм и формальность чиновничьего отношения к народу, она должна быть чем-то сбалансированной. Они там каждые два дня что-то придумывают, причем я вижу, читая также, что делается в других странах, я вижу, что наши чиновники быстро копируют то, что делается за границей. А, носить перчатки. Всем носить перчатки, всем без исключения. А, не надо носить. Всем не носить перчатки, но штрафы остаются при этом. То есть сегодня прошла, что если семья из двух человек, выполняя указы, будет носить такие маски по правилам по всем, то эта стоимость этих масок будет равна ипотеке. Где-то около 14 тысяч. Да. Поэтому понятно, что никто не носит толком эти маски. То есть не носит как полезную вещь. Все на подбородке носят. Видят, мент идет раз на нос, потом снова и у него у каждого болтается здесь вот эта самая фигня. Ну что, мы при советской власти что не жили? Что мы водку из рукава что ли не разливали в ресторанах и под столом? А пельменные, есть еще такая вещь, скажем, Питер это рюмочная, но Москва советская, это были пельменные. Там стоя ели. Пели стоя. Да, но ели и пили. И значит, это было запрещено, поэтому приносили с собой в какой-то баклажке эту водочку и разливали. Я не ела в пельменных, там можно было купить домой пачку. Я просто проходила, медленно пройдя межпьяными, я значит видела, как это люди делают. Меня поражало, что они пельмени едят с горчицей и уксусом. Мне это касалось странно, уксус туда зачем. Но в общем они, значит, это был не уксус, это была прозрачная жидкость без вкуса, цвета и запаха. На пельмени наливать эту прозрачную жидкость? Ну там, нет, они наливали себе как-то прямо в себя, но там были разные способы. Но в принципе это уксусница была, анастальзия. Бутылочка с уксусом. Были коррумпированные пельмены, где прямо там можно было купить, она просто дороже стоила. Но я застал это буквально один или два года, я был еще слишком молод. Но у нас был такой опыт в какие-то там в 17 лет на падении совка. Да, там был отдельный перец, отдельный горчица, чудовищная такая, скорузлая, которая практически не мазалась, такая комковатая, охристая. Да, там чуть-чуть застал. Да, это тоже вообще все это, все эти штуки менялись. Самое лучшее было, то есть, самое интересное, самое приключенческое было сухой закон, конечно, когда образовались пьяные углы, и когда можно было вызвать такси, ты звонишь в такси, и ты дозваниваешься, и говоришь, добрый день, а вам куда ехать? И нужно было говорить, а мне, в общем-то, все равно. И приезжала машина, ты выходил с червонцем, он открывал багажник и, значит, отдавал тебе фотку. И пьяные углы были, конечно, потрясающими. И вот тогда, я помню, самое сильное мое впечатление от пивания такое, мы с учителем математики, Григорием Завневичем Медниковым, рядом в гимназии выпиваем. Такое начало девяностых. Свет не горит, там, так сказать, улица разбитых фонарей вообще. Такой, я бы сказал, колорит Андрея Константинова по городу развития. И вот мы допиваем, говорим о пистолотце, там, о преподавании математики, а рядом идет какая-то компания неприятных людей в тренировочных частях. Вдруг неожиданно над нами такие мощные фигуры ищутся, и один говорит, ребята, вы вообще какой национальный? Мы так набираемся, может, мы евреи. А мы вепсы, давайте выпьем вместе. Максим, а расскажите, а что вы пили в старшей школе? Потому что мы, например, пили там какую-нибудь Балтику-девятку и Алозанскую долину было такое вино за 100 рублей. Вот уже в новое время что пьют школьники? Я не пил вообще в старшей школе, я начал пить, как только уехал с дома и поступил в театральный, в театральный я учился. Ну, как обычно, мы пили водку, пиво, запивали водку пивом, это меня научил Константин Аркадьевич Райкин так пить. Очень, кстати, хорошо, медленно, весело и без всяких, кстати, последствий. Вот. А какая там технология правильная? Ну, можно смешать, ну, получится всем известный ёрш, можно, как я обычно делаю, ну, не обычно, а сейчас это редко, чуть-чуть водки, чуть-чуть пива, чуть-чуть водки, чуть-чуть пива. Это с прицепом называется? Да, да. У меня японцев столкнулось с тем, что они начинают свою трапезу с пива, у них даже пословица есть такая, вот как мы говорим первым делом самолёты, они говорят сначала пиво. Вот. Они начинают трапезу с пива, а дальше они пьют водку. Водка эта у них крепче, чем сакке, называется шучу. Но это в целом логично. К моему изумлению никакого эффекта ерша, вот это начало с пива и потом это шучу, не производило. Они мне объясняли, что у них состав другой. Ничего не могу сказать. Пиво без водки, деньги на ветер. Известный поговорок. Да, да. Главное, чтобы не наоборот. Интересны эти разные белые медведи, бурые медведи, поход за белым медведем, за бурым медведем. Очень разные. Это вот офицерское, вот то, что вы говорили, блок, шампанское и коньяк. До рюмочных или параллельно рюмочных существовала система советское шампанское. Это такие были места на Невком проспекте, в центре, где стояли тоже в основном морские офицеры были клиентами с чудесными какими-то дамами в Коракуле и в таких шахтах. И там были конфеты «Белочка», и пирожные, Александровский эфлер, и какой-то такой широкий для Советского Союза выбор, но в основном это было все-таки водка, шампанское, коньяк и крепленное вино. И офицерам полагалось запивать медведь, бурый медведь. Он разбичался. Это коктейль, состоявший из шампанского и пилита. Девушки пили шампанское, офицерские, а они пили так. Значит, более брутальные люди мешали водку и шампанское. Я уже не помню, как здесь «Северное сияние». А простой человек, вот я работал на заводе пилеграфических машин и пил с рабочим классом довольно много. Конечно, пиво без водки деньги на весер. То есть, когда стояли в этой очереди к пивному ларьку длинной, в которой да, Влада стоит в этом гимнитом расставе, то с собой носили водку, чтобы это разлить по этим штукам. Это понятно. А вот скажите мне, есть такая история, это легенда или это правда, что совсем такие глухие пьяницы, они извлекали алкоголь из столярного клея. Они сверло опускали в столярный клей и включали его, электродриль, и вся дрянь из этого самого клея наматывалась на сверло, а то, что оставалось, оно было более или менее спирт. его пили. Это правда? Не знаю, про... Это для того нужно или сидеть, или в армии служить. Ну, тем не менее, это возможно ли это технологически такое извлечение спирта? Да, мне кажется, что возможно. Я об этом много раз слышал. Даже из сапожного клея, из бутолина. Существует 26 способов очистить всего для добычи алкоголя. Мне вот бабушка рассказывала, то, что один ее знакомый, тоже то ли слесарь, то ли кто, он мазал вот этот крем для обуви на кусок хлеба, ждал, пока все пропитается, счищал вот эту черную штуку и ел. А, да-да-да-да-да-да-да-да. Это вы знаете, что... Теплофос пшикали в пиво. А чтобы приход был, приход, чтобы... Нет, я знаю, что мне просто сестра рассказывала, ну, она была старшая сестра, она была специалистом по Швеции, по шведскому языку. И какое-то время там жила полгода в Швеции. Значит, там шведские бездомные бомжи, они на автозаправках там стояли такие экраны, и на них были выставлены масла, да, для автомобиля. Они, значит, эти масла ворвали, процеживали их через хлеб и пили то, что получится. И поскольку у шведов сердце-то доброе, и вообще они все жалеют всех на свете, включая, значит, и этих бомжей, то они стали заменять эти масла бутылочками с коньяком, чтобы бедный бомж хоть попил хорошо, а не этот гадость. И к бомжи возмутились, верните нам наше масло, мы привыкли вот пить, как мы любим, через черный хлебушек, у них хлеб-то хороший, и это дело. На этом прекрасном рецепте я предлагаю остановиться, потому что уже два часа. а про похмеление мы не будем говорить, ну ладно, я думаю, скажите нам, скажите нам. Мне кажется, должен быть какой-то красивый трагический финал этого всего. Все падают, все поделятся рецептами, рецептами восстановления физической и умственной деятельности утром. Ну, если каждый может, мне кажется, это будет. Давайте я закончу словесным фокусом. Андрей Давайте так. Занимался много в последние годы поэтикой блока. Он сначала вычленил у него семантические поля, повторяющиеся, и получалось, что алкогольного страшно много. Потом он спустился на уровень звукописи. Что у него стало получаться? Тр-де, тр-з, тр-з, др-з. Он смотрел, и вдруг до него дошло. Получилась трагедия трезвости. Блоку очень понравилось. На уровне звукописи получилось совсем обратно. Трагедия трезвости. Ну, что касается опохмелла, я могу сказать, у меня не бывает похмелья, поэтому я не опохмеляюсь ничем. Я тоже нет. Нет такого? У меня бывает. Я спасаюсь супом фобо. Тут главное найти силы дойти до ближайшей какой-то вьетнамской еды, заказать литр прекрасного этого наваристого говяжьего супа и вот прям медленно, долго, мучительно его есть с острым соусом, с чесноком, с уксусом, все как нам. Прекрасно. В Японии рамен круглосуточно продают именно поэтому. Да. Ну и доширак, доширак на крайне. Фу, доширак. Лев Якович, вы как? В Ленинграде советском самый пон был даже не на пицце, а в ресторане кавказском, если помнишь, в 7 утра подавали хаш. Вот, я как раз про хаш вспоминала и думала, может быть, заранее надо просто хаша наварить? И тогда никаких проблем и плестись никуда не надо. Спозитор Колкер со своей женой-певицей Марии Пахоненко, да? Да. Другие представители такого полусвета петербургского, они там собирались, потому что это была такая красивая идея. Но вообще, в принципе, русская идея это солянка, мне кажется. Солянка и пахтильный с рюмочкой водки. Так, ну вы уже начали расстравлять. Мы так плавно перетекаем в обед с вопивоном. Спасибо, всем огромное. Ура! Спасибо. Пишите пьяными, редактируйте трезвыми, как писатель. Выпьем. Спасибо. Пока. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.